Приветствую вас на модуле управления задачами и проектами в продуктовом маркетинге. Мы с вами уже знакомы, поэтому не будем останавливаться на этом слайде, а перейдем сразу к делу. Почему я решила рассказать вам о своем опыте того, как я управляю личным временем, своими задачами и проектами? Потому что самая важная опция, которой я учу своих сотрудников, своих маркетологов и хочу донести ее вам, это история про рефлексию и постоянные изменения. И вот все наши сложности, все наши трудности в работе, они как раз должны сподвигать нас с вами останавливаться, анализировать, наблюдать, задавать себе вопросы, давать ответы и пробовать по-другому. Именно пробуя по-другому, мы можем достигать других классных результатов. И это очень драйвит, это очень нравится в профессии. Итак, важное, что я хочу сказать про этот модуль, это мастер-класс. Я буду рассказывать про себя и буду рада, если какие-то мои инструменты подойдут вам в вашей работе, в вашей повседневной, профессиональной и не только жизни. Какие рамки у нас в этом модуле будут? Мне важно, чтобы вы их понимали, чуть-чуть про это поговорю. Во-первых, конечно же, я уже много лет работаю руководителем. И я буду вам рассказывать про свои лайфхаки именно с точки зрения руководителя. Но это не должно вам помешать смотреть на эти истории с другой стороны, со стороны сотрудников. И вы совершенно точно сможете взять много полезного в себе, в свою копилочку. Вторая история о том, что каждый день нам приходится лавировать между двумя историями, между тактикой и между стратегией. И вот маневрируя туда-сюда перемещаться в своих действиях и в решении разных задач. Про это мы тоже будем говорить. Про это важно помнить. И задавая себе вопросы, отвечать. Я сейчас про тактику или про стратегию? Потому что подходы все-таки к этим историям бывают разные. Все, поехали. Начинаем наш первый урок. И на первом уроке я вам расскажу про одну свою историю, которая ввергала меня в невероятный шок. Она называлась «Тысяча непрочитанных писем в моей почте». Однажды я пришла в компанию и поняла, что со мной что-то не то. Поэтому важно вам сказать, что у меня есть два качества, которыми я не очень-то горжусь, но воспринимаю их как данность. Первое – я очень ленива. А второе – я страдаю и подвержена такой истории, как прокрастинация. Мы обязательно с вами сегодня поговорим про прокрастинацию чуть подробнее, но попозже. Так вот, эти две истории, эти два качества, они вообще являются моим двигателем. Потому что ленивый человек, он вообще хочет совершать минимум действий и получать максимум результата. И именно моя лень, как мне кажется, она как раз заставляет меня думать, шевелиться, придумывать разные нестандартные способы для того, чтобы потом ничего не делать, а результат бы генерился сам собой. Давайте посмотрим, как я это делала на примере той самой многострадальной почты. У меня есть любимое выражение, вы его сейчас видите. Я себе эту цитату говорю минимум два раза в неделю точно. И это вообще история про маркетологов, которые управляют большим количеством зон ответственности. И часто вы это знаете не по заслышке о том, что перед нами возникают какие-то задачи, вопросы, какие-то истории, которые мы даже не знаем, как охватить своим взглядом, своим умом, не говоря уже о том, чтобы понять, а как вообще нам начать двигаться в этой истории. Важно понимать, что это норма нашей с вами профессиональной жизни. И тогда вы с улыбкой будете произносить себе эту фразу, и она начнет помогать вам двигаться, начинать думать и начинать действовать. Я вам приведу, напомню скорее три примера, которые позволяют не бояться, не сидеть, не замирать в ужасе, а делать какие-то шаги. Три истории называются таким образом. Первая история это поделить слона на кусочки. Это известная расхожая технология, техника, которая позволяет не бояться чего-то большого и необъятного. Мы делим это большое и необъятное на маленькие куски, и тогда уже это не так нас пугает. И есть какой-то кусок, который мы понимаем, что мы готовы объять, мы знаем, как его решить. Идем и этот кусочек делаем, пропускаем через какие-то процессы рабочие, получаем результат. И дальше мы уже понимаем, что кусочек слона мы съели, идем к следующему кусочку. Вторая технология, вторая инструкция называется «Путь маленьких шажочков». Вы видите на картинке ребенка. Это про то, что мы можем не делить слона на куски, потому что какие-то задачи, они для нас настолько неподъемные и непонятные, что это бессмысленно. Мы даже не знаем, с какой стороны подступиться. Но в любой непонятной задаче точно есть какая-то маленькая история, маленький кусочек, который мы знаем, как сделать. И вот это тот самый маленький первый шаг, который мы способны совершить. Его надо взять и просто сделать. И я вас уверяю, что совершенно точно появится следующий шаг, еще следующий, еще следующий. И из этих маленьких шажочков сложится путь к достижению цели. Третий инструмент, он называется «Вечеринка имени меня». Часто мои знакомые пользуются такой опцией, когда они не знают, как решать задачу, они не понимают, как к ней подступиться. И вот для них важным мотиватором становится публичное заявление о том, что он или она берут ответственность на себя для того, чтобы эту историю и решить. Появляется ответственность за сроки, за результат. Все, вечеринка имени меня состоялась, поэтому уже я не могу повернуть назад и не делать задачу. И я ищу ресурсы, я думаю с экспертами или один, как мне продвигаться, и, соответственно, продвигаюсь. Пожалуйста, копите вот такие истории, они будут вам помогать в вашей профессиональной жизни, не бояться неизвестных, новых, серьезных, ответственных задач, и будут помогать вам продвигаться в них. Итак, вернемся к тысяче непрочитанных писем в моей почте. Как-то придя в одну из компаний, меня накрыло волной входящей корреспонденции в электронном виде. В моей папке, входящей в почте, была тысяча непрочитанных писем ежедневно. И в какой-то момент я поняла, что я не способна существовать рядом с вот этим огромным количеством непрочитанных входящих. И я решила, что с этим надо делать что-то, прямо непременно и сразу. Что я стала делать? Делюсь своими шагами. Первая история была, я решила, я буду регулярно разбирать эти завалы. Я выбрала день, это было раз в неделю в моем случае. Я выбирала прям несколько часов, три или четыре часа, которые я отмечала в календаре, и я в это время занималась только разбором входящей корреспонденции. Мне казалось, что я проводила невероятно важную работу, я перелопачивала эти тонны писем, что-то отвечала, что-то убирала в прочитанное. Но что вы думаете, через день все возвращалось на круги своя. Я пошла дальше. Я решила, что есть же еще такой способ. Я могу отфильтровывать все письма по колоночке тема и делать непрочитанным только самое последнее письмо. Все остальное я могу сделать прочитанным, убрать в папку, как будто эта почта уже отработана, и читать только вот эти вот последние непрочитанные письма. Писем стало значительно меньше, но помогало это ровно на один день, когда я разгребала завалы. Я пошла дальше. Я подумала, ну хорошо, если писем стало поменьше, наверное, есть еще способы, как улучшить мое вообще существование на работе. И я сделала такой шаг. Я решила, что все письма, которым больше одного месяца, в тот день, когда я разгребаю завалы, сразу становятся автоматически ненужными. Я их либо удаляю, либо делаю прочитанным. И, в общем, какая-то логика в этом подходе была. Ну, потому что, правда, часто бывает, что тебе приходит письмо, и оно оказывается не очень-то и нужно, и важно, но иначе тебе точно напомнят об этом письме и о той теме, которую с тобой собираются обсуждать. Но, опять же, каких-то существенных изменений в мою почтовую историю это не принесло. И тут я сделала невероятный вывод для себя. Я делаю что-то не так. Нужно делать по-другому, потому что так, как я делаю, не работает. Помните про рефлексию? Вот тут она прям сработала. И сейчас я поделюсь тем, какие у меня правила сформировались для того, чтобы у меня был порядок в почте, для того, чтобы я могла регулярно и оперативно быть на связи, оперативно отвечать всем, кто мне пишет, и вообще качественно работать с этим кусочком профессиональной жизни. Итак, первая история. У меня появилась система папок в Outlook. Важные опции, которые я для себя вывела, что, во-первых, папок должно быть немного, и все они должны быть у вас перед глазами на одном экране. Если вам приходится скроллить ваши папки, что-то идет не так, ваша система сложна, и она не экономит ваше время, думайте и перерабатывайте эту систему по-другому. Вторая опция, которая у меня есть в этой настройке, есть несколько папок, они у меня пронумерованы цифрами, на которые автоматически настроены фильтры, то есть письма, которые приходят во входящие, они автоматически падают в несколько важных папок. Как я выбираю эти папки? Это, во-первых, письма от моих руководителей, а во-вторых, это письма, когда я стою в цепочке длинного бизнес-процесса. Для того, чтобы не быть слабым звеном, который тормозит прохождение какой-то истории по бизнес-процессу, мне важно достаточно оперативно видеть эти письма и продвигать какие-то проекты по ним. Все остальное у меня падает во входящие, я их читаю, разбираю, пользуясь теми лайфхаками, о которыми я вам уже рассказала, и другими, и дальше уже сама вручную распределяю в другие папки. Раз в год я навожу порядок в этих папках, какие-то папки удаляются насовсем, какие-то убираются в архивную папку, если они важны. В общем, я очень много информации храню в своей рабочей почте. Следующая история. Выход из мусорной, в кавычки, переписки. Вы знаете, наверное, если вы начинающий сотрудник отдела маркетинга, которые недавно пришли в компанию, наверное, пока вам сложно будет этой опцией воспользоваться, но на самом деле это очень крутой инструмент. Мы с вами еще поговорим про то, что надо уметь говорить нет. Это вот один из шагов в этом направлении. Я не стесняюсь, пишу коллегам, если я считаю, что в какой-то переписке меня быть не должно, и прошу убрать меня из этой переписки. И точно так же я отношусь и к коллегам со своей стороны. То есть если я затеваю какую-то переписку, и если я нашла человека, с которым я дальше могу коммуницировать тет-а-тет или группу коллег, которые в виде проекта собрались, проектной команды решать какую-то историю, всех остальных я исключу из переписки для того, чтобы как раз беречь их время и относиться внимательно, в том числе, к незахламлению их почты. Следующая история – это делегирование. Конечно, это такая расхожая история, учись делегировать, но это бывает сложно, это часто многие думают, что невозможно. Я вам скажу так. Делегировать вам часто будет помогать ваш руководитель, если вы придете к своему руководителю и скажете, слушай, меня заваливает письмами, я провожу все свое рабочее время, только разгребая почту. Но ведь я не секретарь, и меня в компанию принимали на совсем другие задачи, а на эти важные задачи времени у меня не хватает. Кажется, одного у меня недостаточно, что-то идет не так. Давай подумаем. И там можно предложить какие-то идеи. Я вас уверяю, что любой руководитель на такой сигнал отзовется. Не стесняйтесь об этом просить, иногда даже требовать. Мы, например, у себя на работе, когда меня заваливало письмами, пошли вот таким путем. Мы завели общую папку и сделали дежурство. Папка на примере называется «Маркетинг экстерна». То есть мы выбирали маркетолога, который раз в неделю будет дежурить в папке и смотреть все входящие. Честно скажу, у нас эта история не пошла. А мы потом откатили и не стали всю корреспонденцию, все входящие, собирать в одной папке. Почему? Потому что для нашего продукта очень важно быть оперативно на связи. А вот это дежурство, оно удлиняло время, которое мы тратили на ответы, на решение каких-то задач. Но для кого-то из вас это может быть классной опцией и хорошей историей, когда назначается дежурство в каком-то комфортном для всех графике. И тогда вот это вот большое количество входящих, оно уже между всеми делится и оно не столько времени у всех занимает. Итак, следующий лайфхак по работе с почтой это цветовая дифференциация календаря. Зачем это надо? Это огромная экономия времени. Помним, лень – двигатель прогресса. Мне достаточно одного взгляда на мою почту, на мой календарь для того, чтобы принять решение. Нагружен ли у меня день? Могу ли я какие-то встречи передвинуть? Насколько у меня много времени, чтобы позаниматься творчеством в тот или иной день? Это очень классная опция. Вот прямо несколько секунд и я могу все рассказать о том календаре, который я вижу перед собой. Пользуйтесь этой историей, она помогает. И в завершении я хочу сказать следующее, что вот когда вы видите, что, например, в вашей почте происходит неразбериха, то не бойтесь честно себе в этом признаться и пойти что-то менять. И вот делая эти шаги, ошибаясь, придумывая какие-то способы, которые не работают или дают передышку только на один день, вы совершенно точно когда-то придете к моменту, что у вас вдруг начинает работать. Вдруг вы понимаете, что вас перестало заваливать, у вас появился порядок, у вас появилась своя система. И вы спокойно, очень в таком хорошем темпе можете заниматься своими делами. Это важно.